МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О новостях в Донской столице вам расскажут корреспонденты Южный регион Инфо и я, Эдуард Раткевич, в начале коротко о главных темах выпуска. Две тысячи молодых, активных и талантливых в Донской столице проходит Всероссийский студенческий форум, главная тема которого – Великая Победа. Форум проходит под эгидой патриотического воспитания, поэтому мы благодарны ветеранам, что они с нами принимают участие, потому что тема гражданской позиции, тема патриотического воспитания, она сегодня важна и необходима. И нам кажется, что наша молодежь хорошо настроена. Почти миллион рублей стоит шанс на полноценную жизнь трехлетней ростовчанки всем миром собирают средства на реабилитацию. Счет из клиники составляет почти 12 тысяч долларов, что по нынешнему курсу около 900 тысяч рублей. То есть это очень большая сумма, и самостоятельно нам не справиться просто никак. Всероссийский молодежный в Донской столице проходит студенческий форум. Программа его насыщена и объединяет в себе такие направления, как спорт, творчество, науку, молодежные инициативы и многое другое. Центральная тема 2015 года – Великая Победа. Студенческое событие такого масштаба в этом году в России проходит впервые. В форуме принимают участие почти две тысячи студентов. В Ростов за солнцем и знаниями приехали ребята, в том числе и из самых отдаленных уголков страны. До Москвы мы летели 8 часов, после стыковки мы летели сюда еще 2, таким образом около 12 часов заняла у нас дорога, но мы быстро акклиматизировались, одну ночь поспали и уже теперь готовы выполнять все задания, бодры, веселы и активны. Здесь очень позитивно, все очень нравится, очень много знакомств, развитие в плане студенчества, потому что узнаем новые какие-то проекты, что есть в России, чего нет еще, где стоит задуматься. Обмен опытом, да, это вообще незаменимо. Ну и главное позитив, настрой и, боже, мы в Питере уже осень, а здесь лето. Так что мы радуемся последним денечкам лета. Участники полны сил, их ожидает насыщенная трехдневная программа. Организаторы используют лучшие современные практики работы со студентами. Масштабы впечатляют всего 15 направлений. Наука, международное сотрудничество, спорт и многое другое. Очень важная тема каждого российского студенческого форума – это тема такой серьезной информационной площадки, потому что именно на этом форуме рождаются новые идеи, новые проекты, новые мысли, которые потом вместе с студентами уходят в нашу страну, уходят в регион. На форуме задействовано более 400 волонтеров, около 100 молодых журналистов и свыше 4 тысяч студентов, которые примут участие в культурной программе. Среди пяти регионов Ростовская область была выбрана подавляющим большинством голосов Общественного совета российского минобразования. Ростовская область лучшая, естественно, потому что в Ростовской области 200 тысяч студентов различных форм обучения. Это третий по количеству студенческий регион после Москвы и Санкт-Петербурга. Учить подрастающее поколение решили патриотизму. 2015 год – юбилея Великой Победы. Она и стала центральной темой Всероссийского студенческого форума. Форум проходит под эгидой патриотического воспитания, поэтому мы благодарны ветеранам, что они с нами принимают участие, потому что тема гражданской позиции, тема патриотического воспитания, она сегодня важна и необходима. И нам кажется, что наша молодежь хорошо настроена. Молодежь надо воспитывать патриотизмом и любить свою родину, свой народ. Для этого нужно общественность, собирать больше таких мероприятий, чтобы люди общались. Через памятные места, связанные с событиями Великой Отечественной войны, будет пролегать маршрут 14-километрового забега. Возглавит его министр образования Дмитрий Ливанов, который уже прибыл в Ростов и встретился со студентами Донского государственного университета. Елена Мадрик, Виктория Щетинина, Игорь Коровтенко, Южный регион.Инфо. Сколько стоит шанс на полноценную жизнь? Для трехлетней ростовчанки Миланы Чиковой эта сумма почти в миллион рублей. Она страдает детским церебральным параличом, но шанс на исцеление есть. Помочь могут в зарубежной клинике. Сейчас родители девочки ищут необходимые средства на лечение и надеются на помощь неравнодушных земляков. То, что сегодня умеет трехлетняя Милана, врачи и родители считают чудом. Во время рождения девочка перенесла инфаркт головного мозга. Повреждена его четверть. Прогноз специалисты давали неутешительный. Маловероятно, что ребенок сможет слышать, видеть, двигаться и говорить. Это погибший участок мозга, который уже, к сожалению, восстановить нельзя. И можно только другими клеточками попробовать восстановить наши утерянные функции. Чтобы научить здоровые клетки несвойственным функциям, родители прикладывают максимум усилий. Ежедневные тренировки, массажи, курсы, реабилитации и всевозможных терапий уже сделали свое дело. Помимо всех комплексных упражнений в Ростове, мы проходим также лечение в Китае. Стандартный курс лечения в Китае длится 2-3 месяца. Потом необходимо сделать такой же перерыв 2-3 месяца и снова его повторять. Мы с Миланой прошли 2 интенсивных курса. Результат лечения в Китае поразителен, говорит Наталья. Именно в Пекине маленькая ростовчанка научилась говорить, стала нормально ходить и впервые смогла поднять предмет левой рукой. А левой ручкой помаши нам. Ну, помаши левой ручкой. Скажи, привет! Привет! Очередной курс реабилитации азиатские специалисты назначили уже на 25 сентября. Продлится он до декабря. С авиабилетами помог благотворительный фонд Владимира Спивакова. Теперь осталось найти деньги на само лечение. Счет из клиники составляет почти 12 тысяч долларов, что по нынешнему курсу около 900 тысяч рублей. То есть это очень большая сумма и самостоятельно нам не справиться просто никак. У нас куплены билеты уже и у нас собрано 57 тысяч на сегодняшний день. Семья Миланы надеется, что за оставшееся время всем миром удастся собрать необходимую сумму. Эти деньги помогут маленькой ростовчанке разработать левую руку и ногу. Дополнительную информацию и реквизиты расчетного счета можно узнать у Натальи Чиковой. Ее контакты на экране. Виктория Щетинина, Игорь Коровтенко, Южный регион.Инфо. Индия стала ближе к Ростову. Украшения, текстиль, чай и сладости – все это можно купить на выставке, которая будет работать в Донской столице. Попробовала экзотику на цвет и вкус и наша съемочная группа. На 10 дней культурно-спортивный комплекс «Экспресс» превратился в восточный рынок. На прилавках все из натуральных материалов и ручной работы. Каждое украшение, расчеты платок или ковер – эксклюзивные. Их изготовили на родине слонов и знаменитых болливудских фильмов. Тысячи товаров свезли в Ростов со всех штатов Индии. Россия, Индия, братья, уже давно. Всегда будет. Когда мы приехали сюда, мы рады, потому что здесь люди такие добрые. Они понимают нам. Организаторы поставили задачу удивить жителей Южной столицы разнообразием ассортимента. На одной площадке колоритная мебель, платки из шелка и кашемира, растительная косметика и традиционные ковры. Вообще Ростов мы первый раз. И в других городах мы были много раз. Мы уже почти три года работаем. У нас приятно и очень хорошо. Мы только не пришли тут товар продавать. Мы хотим познакомиться с нашим товаром по-русски. Были бы оптовики тоже и были бы розницы тоже. Просто Россия и Индия – это старая дружба. Мы хотим еще это долго. И новые русские тоже поняли, как и старая дружба должна продолжать дальше. За качество товаров поставщики ручаются. Все можно пощупать, попробовать и примерить. Будет свадьба у моей дочки. Вот мне надо найти. Вот это вот нашла. И вот это, не знаю. Уже много всего перемерили? Уже много всего. Думаю, что это не первый день. Надо еще приходить. Что купили, расскажите. Чай. А какой чай? Индийский. Вот такой. Попробовать. Ароматы пряностей, витающие в зале, еще больше разогревают интерес ростовчан. За один раз изучить заваленные товарами прилавки очень сложно, признаются посетители. Прийти обещают еще раз. Продлится выставка до 13 сентября. Виктория Щетинина, Игорь Коровтенко, Южный регион.Инфо. На следующей неделе несколько районов Ростова останутся без горячей воды. Филиал ООО «Лукойл ТТК», согласно графику производства работ, согласованному с администрацией города, с 7 по 11 сентября будет проводить плановые работы по гидравлической опрессовке тепловых сетей. В связи с этим горячее водоснабжение будет отсутствовать на нескольких улицах микрорайонов Западной и Северной, а также в районе улицы Ленина. Кроме того, горячей воды не будет в микрорайонах Тимирник-1 и Тимирник-2. Телефон круглосуточной диспетчерской службы филиала 863-234-8944. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Более подробную информацию об этих и других событиях вы можете найти на нашем портале rostovlife.ru. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова